Это двенадцатый урок, представленный в брошюре из обучающего набора на ВАЗе Ардуино. Называется урок «Съедобная сенсорная кнопка». Есть множество видов сенсорных кнопок, о некоторых из них рассказано в описании урока под схемой. Мы соберем сенсорную кнопку, используя один биполярный транзистор вместо готовых модулей. А как кнопка станет съедобной, расскажем чуть позже. Давайте возьмем нужные элементы, указанные в перечне, и соберем устройство, глядя на картинку или на электрическую схему. Нам понадобится один биполярный транзистор BC337, один красный светодиод, два резистора на 470 Ом и один резистор на 10 кОм. Итак, наше устройство собрано, теперь загрузим скетч и посмотрим, как оно работает. Подключаем Arduino к компьютеру, используя USB-порт, и загружаем скетч. Итак, наш скетч загружен, теперь посмотрим, как же работает наша сенсорная кнопка. Вначале кнопка может немножечко помигивать, но это пройдет где-то минут через, ой, секунд через 10 после того, как загружен скетч. Транзистору нужно время, чтобы он, так скажем, успокоился. Итак, как только мы коснемся оголенной части нашего сенсорного провода, зажжется светодиод. Посмотрим, касаемся оголенной части сенсорного провода, светодиод зажигается. Работает. Но на самом деле наша сенсорная кнопка настолько сильная, что она может фиксировать касание даже через изоляцию. Как видите, я касаюсь оголенного провода, и светодиод зажигается. А как же сделать нашу кнопку съедобной? Да очень просто. Использовать любой фрукт, овощ, воду, в общем, все, на что готова ваша фантазия. Но для этого в скетче у нас есть переменная sensitive, которая указывает нам чувствительность. Если мы используем не просто провод, а, например, яблоко, то чувствительность нашего устройства будет гораздо более сильная. Яблоко будет, светодиод будет гореть, как только мы подключили яблоко к нашему устройству. Поэтому мы увеличим значение переменной sensitive до, например, 30 и загрузим скетч заново. Итак, скетч загружен. Посмотрим, как работает наша съедобная кнопка. Касаемся яблока, и светодиод зажигается. Я даже практически не касаюсь, просто приближаю руку к яблоку, и светодиод тут же реагирует. Ну что же, работает. Попробуем что-нибудь тоже съедобное, но менее вкусное. Например, обычную воду. Кладем наш сенсорный провод в стаканчик, приближаем руку к стаканчику, и свет идет, зажигается. То есть даже через стаканчик он фиксирует мое касание или даже приближение. В общем, экспериментируйте со значением переменной sensitive, экспериментируйте с разными способами подключения сенсорной кнопки. Наше устройство работает. Продолжение следует...